Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ Издание «Алло» сообщило, что среди демонстрантов в Белграде были замечены сотрудники одной из крупнейших в мире частных военных компаний, американской «Блэк Уотер». Как пишет издание, цитирую, В акциях протеста в Белграде помимо правых, студентов и движения «Один из пяти миллионов» приняли участие граждане Сербии, бывшие бойцы частной военной компании «Блэк Уотер», которые участвовали в войне в Украине против русских восточных регионах этой страны. Отметим, что сейчас компания, носившая имя «Блэк Уотер», называется «Экэдами». Вероятно, речь идет о ее бывших сотрудниках. Помимо них, в протестах принимали участие и иностранцы. Так, по сообщениям вышеупомянутого издания, в ходе массовых беспорядков в Белграде были задержаны двое граждан Израиля, пытавшихся устраивать горящие баррикады и препятствовать действиям правоохранителей. Учитывая вышеизложенное, неудивительно, что министр обороны Сербии Александр Вулин назвал беспорядки попыткой насильственного захвата власти и разжигания гражданской войны. А президент Александр Вучич заявил, что в организации акций участвовали иностранные спецслужбы. Заявления высших должностных лиц Сербии, которые на первый взгляд можно счесть конспирологическими, на деле имеют довольно серьезное обоснование. Совсем недавно, 21 июня, в стране прошли парламентские выборы, на которых правящая сербская прогрессивная партия во главе с действующим президентом Александром Вучичем одержала убедительную победу, получив более 60% голосов. Однако, ряд оппозиционных партий заблаговременно призвали к бойкоту волеизъявления, заявляя о том, что в условиях карантина власти смогут сфальсифицировать его результаты. Еще 14 июня издание Евроньюз писало следующее. Цитата. 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 Вполне однозначная позиция, свидетельствующая о том, что сербский президент не намерен идти на выступки в вопросе признания Косова. Цитата. 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 Цитата.